Закон о предоставлении 50% скидки на уплату штрафов принят Госдумой в 2015 году и с начала этого года он вступил в силу. Однако законодатель не уточнил ряд важных нюансов. Например, с какого момента начинается срок льготного периода, должен ли наказанный сам рассчитывать сумму скидки и как будут производиться расчеты с банками. Инспектор Одинцовского ГИБДД в ходе круглого стола постарались помочь разобраться в этих вопросах. Не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа, штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа. То есть прям все прописано, что 20 дней с момента вынесения постановления. 20 дней включительно. То есть если вынесли штраф 5 тысяч, допустим, там за встречку, у человека есть возможность оплатить 2,5 тысячи. Я наглядно вам покажу. Вот протокол, составленный нашими инспекторами. Вот постановление вынесено начальником, где уже внизу, то есть нашими разработчиками управления ГАИ, уже все в базе это все есть. Где уже все указано. Однако льгота распространяется не на все нарушения. Не подлежат скидки в 50%. Это грубое нарушение управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, отказ от метаосвидетельствования в состоянии алкогольного опьянения, повторное совершение административного правонарушения, проезд на запрещающий сигнал светофора, либо жест регулировщика. Процесс оплаты не изменится. Водителю потребуется ввести номер постановления или прав, после чего банк автоматически выставит счет со скидкой. Чтобы оперативно владеть информацией о вынесенных штрафах, инспекторы ГИБДД посоветовали водителям подключиться к СМС-уведомлениям через единый портал государственных услуг. Существует портал госуслуг, где граждане могут записываться на удобное для них время для произведения регистрационных действий с их транспортом, а также для получения водительского удостоверения. Это очень удобно и практично. Там же можно ознакомиться с более подробной информацией. Если скидка, как и задумывалось, заинтересует любителей подолгу не оплачивать штрафы, то бюджет от нововведения выиграет. А если такой прогноз не сбудется, то поступления в казну сократятся. Как это будет на практике, покажет время. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Продолжение следует...